Подходит к концу первая рабочая неделя нового года, и с каждым днём наш город всё больше напоминает себя в доковидную эпоху. Сильнее всего это заметно по утрам, когда на улице высыпают вереницы ребят с ранцами. Почти весь 2020-й они провели на удалёнке и уже успели забыть, каково это — учиться не дома за компьютером, а в школьных стенах. Вынужденный эксперимент под названием «Дистанционное образование» завершился, расколов общество на два противоположных лагеря. Одни увидели в нём прообраз будущего, другие предлагают забыть и не вспоминать, как и весь 2020-й. Так чем всё-таки был «Дистант»? Подарком, который судьба преподнесла нынешнему поколению школьников, или проклятием? Скорее проклятие. Ну, это сложно постоянно ориентироваться в пространстве, понимать, что происходит. Ну, на уроке, наверное, проще. Можно удобнее взаимодействовать с учителем. Интернет иногда лагает и так далее. Со своей подругой соглашается и другой участник ивент-команды молодёжного центра Даниил Свинкин. Юноша признаётся, что у домашнего обучения были свои преимущества. И поначалу ребята действительно радовались тому, что ходить в школу теперь не нужно. За спиной никто не стоит, а дома всегда можно заняться своими делами. Аккуратно, разумеется. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Усваивать информацию, особенно в точных дисциплинах, оказалось в разы сложнее. Да и настроиться на учёбу в домашней обстановке было непросто. Сидишь на одном месте, на стуле, компьютер 8 часов по каждый день. Ну, это неудобно. Пока я сидел на дистанционке, я не сильно усваивал материал. Как бы, ну, что-то я понимаю, ну, а где-то есть пробелы. Получается, надо учить теорему, всё это. А когда ты сидишь дома, ты расслабленный, делать ничего не хочешь. Переход на дистанционное обучение стал испытанием и для преподавателей. Пострадали все. Не только школьные педагоги, но и работники системы доп. образования, которым тоже пришлось уйти в режим видеоконференц-связи. По словам руководителя ивент-команды молодёжного центра Ольги Васькиной, когда речь идёт о работе с детьми, прямой контакт и живообщение незаменимы. В конце концов, мы работаем над постановкой речи, над коммуникацией, над тем, как взаимодействовать друг с другом, как вести себя на сцене. И для этого нам нужен контакт визуальный, тактильный. И нам нужно находиться вместе, общаться и взаимодействовать. Онлайн-обучение – это, конечно, выход из сложившейся ситуации, но я думаю, что временно – это неплохо. Всегда такого быть не должно.